Всем привет! Сегодня я буду отвечать, реагировать на ваши комментарии, вопросы, но я пока не знаю, на какие вопросы, комментарии я буду реагировать, потому что их будет читать Антон, который сидит за камерой. Привет! Они не видят, как ты машешь. И Антон самый наркотичный друг из всех моих друзей. Немногих. Оставшихся. Поэтому я решила, что самым лучшим будет пригласить его, потому что он выберет, я надеюсь, самые провокационные в меру и самые смешные комментарии и вопросы, которые у вас есть. Окей? Поехали? Поехали. Хотелось бы тебе отношений. Это самый провокационный вопрос, с которого ты решила чать. На что во внешности людей ты обращаешь внимание в первую очередь? На икры. На икры. Я обожаю икры. Кабачка и баклажаны. А у мужчин на руки, на пальцы и на ногтевую пластину. Какие у тебя отношения с папой? Хорошие, сложные, но хорошие. Вы о нем не часто слышите, собственно, это... Спасибо, Антон, первый раз, когда я о нем говорю, но мы общаемся, периодически разговариваем, периодически видимся. Но эти, собственно, общения наши заметно сократились с возрастом моим и его соответственно. Есть фильмы, песни или сериалы, за которые тебе стыдно, что ты их посмотрела или послушала? Нет, нет, мне кажется, странно и глупо стыдиться своих каких-то фильмов, сериалов просмотреть. Ну да, сваты тебе нравятся, почему бы и нет? Кто? Сваты. Ой, ну не придуривайся, что это твой любимый сериал. Вы общаетесь со Стасом или после того, как он у тебя жил две недели, вы стали общаться меньше? Это... 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 это к чему? Вот наши результаты вообще. Две недели и... Сколько у нас прошло? Достаточно месяцев? Ну, мы пообщались, потом еще... вот был пик, наверное, в сентябре, не знаю, почему я тебе говорю. Наверное, самый пик был потом в сентябре, в октябре. И потом... ну, меньше, как это бывает, но... ничего, общаемся, встретимся еще. Назови имена блогеров, которые ты считаешь лицемерными. В каком смысле? Ну, тут тебе почитать еще раз. Попытка номер два. Назовите имена блогеров, которых ты считаешь лицемерными. Я не могу. Имена блогеров? Тут очень легкий вопрос. Просто назвать имя блогера, который ты считаешь лицемерным. Так, не одного, а нескольких. Антон Бойцов. Хорошо, дальше. Да мы лучше по друзьям пройтись. С ними легче пройтись. Не, ну в каком смысле лицемерные? Я не хочу блогерам рекламу давать таким образом. Хорошо. Давай на тебя остановимся. Хорошо. Я могу рассказать, я могу вот, я могу вам дать список блогеров, которые абсолютно такие же, как в жизни. И вы можете сразу вычеркнуть абсолютно всех остальных. Вот. Это? Это список не изменился. Ульяна, Таня Рыбакова и я. Мы единственные блогеры, которые такие же в жизни, как вы. Нос в каждом видео все больше и больше. Он Буратино, что ли? Чем больше времени, тем больше... А, чем больше врешь, тем больше нос. Тогда это правильно. Читай научись. Ладно, подожди. Следующий вопрос. Так нормальный, не гора-ра-ра-ра, ты слава богу. Бу-бу-бу, маленькая с***ка. Пошла учиться и ей тяжело. Бу-бу-бу. Бу-бу, ты с***ка ноешь. Сидишь, как шмаром в интерьерах золотых, чайок попиваешь. Да еб***ься по КД. У нас, бля, шестидневка и в универе по 3-5 пар. И жили в общаге. Еще и работать, и бухать успевали. Так, с***ка, балла, заткни. Иди книжки умные читай. Жалуйся на***ть. Это у меня в пусте дом. Кто автор? А, да ладно, ты в этом, ты под видео смотришь. Окей, насчет вот этого, то, что, ой, ноешь по поводу университета. Кто не ноет по поводу университета? Все ноют. Просто я ною об этом на своем канале. То, что у вас шестидневка, ну, у вас такая система обучения. У меня обучение такое, что я могу сама себе выбирать. У нас с вами могут быть, у меня могут не отличаться количество часов, но просто я их запихиваю в одни сутки. То есть у меня там, не знаю, 8, ну, раз, два, 3, 4, 5, 6 пар на дню. Иногда 7. Могло быть сейчас, поскольку я уже заканчиваю, намного меньше. Но, то есть мы учимся одинаково, но просто я это в один день могу запихнуть, в два дня. А вы каждый день по чуть-чуть. Вот, так что не нужно. Ну и, слушайте, конечно, да, конечно, мне живется намного проще, чем многим, чем большинству. И это не то, что я скрываю, это не то, за что мне должно быть стыдно. Просто, ну, я, мне повезло в каких-то местах, в каких-то местах я пахала. То есть каждый выбирает тот путь, который ему нравится. Ну да, вы сейчас, по-моему, ты сейчас абсолютно так же ныла или ныла, я не знаю, парень или девушка, то, что вот у тебя шестидневка и ты успевал еще. Ну, то есть звучит скорее как тоже жалоба. Это злостный хейтер. Злостный хейтер. 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 Нет, это его ник. А, вот, как корабль назовешь. Самый плохой поступок в твоей жизни? Ну, вот если говорить, наверное, с моральной точки зрения, что у меня там? А, да брось ты, отстань от моих губ. Нет, я однажды девочке, ну, не я и сломала ногу, но мы ехали друг навстречу другу. Я на самокате, она на роликах. Это было очень давно. Ехали друг на друга, и никто из нас не сворачивал. И, ну, знаете, как в этом, в Ангелах Чарли, по-моему. Ну, правда, в итоге никто не свернул. То есть ни я, ни она, и мы все врезались друг в друга, но поскольку она была на роликах, ей было хуже, потому что, ну, я на самокате, мне просто там скинуться, спрыгнуться и все. А она сломала то ли руку, то ли ногу. Неплохо. Насколько хорошо ты знаешь Антона? Назови его любимый фильм, любимую еду и любимую книгу. Антон не любит читать. Смотреть. Смотреть. И есть. Я еще просто... Хорошо. Антон, слушай, я правда не знаю. Любимый фильм. Ну, окей, Антон, но насчет... Я не знаю твой любимый фильм. Насчет музыки Антон очень любит песню. Strangers in the night. Только тут нет про любимую музыку, ну ладно. Любимый фильм. Тот самый Минхаузен. Ого. Любимая еда, яйцо Бенедикт. Любимая книга. Оскар я называл, но он на самом деле... И розовая дама? Дальше. Я обожала эту книгу. Она очень крутая. Я помню, я ее, по-моему, в 13-14 лет мне ее посоветовала. Она женщина. И я прочитала... Оскар и розовая дама. Я думал, что... Моя жизнь не станет прежней. Кавка Америка. По-моему, тогда же я прочитала Великого Гэтбе. Такие... А, и «Скоцкое хозяйство». Вот эти четыре книги очень я люблю. Ты сказала задавать любые вопросы. Кроме этого... Так мы уже два пропустили. Нет, это я тебе сразу сказала. Нет. Что там по веганству? Ничего. Все, я закончила. Считаешь ли ты это? Я закончила, знаете, как будто бы я книжку прочитала. Считаешь ли ты это... Была интересная книжка, да? Отрицательным или положительным опытом? Ну... Скорее положительным. Я попробовала. Я помню, был момент, когда мне прям стало максимально хорошо. Единственное, я говорю, моя главная ошибка, это то, что я последовала вот этой дипильной диете. Ротилфо. Ела 10-20 бананов в день. Но просто, когда я увидела анализы, когда мне четко показали, что деточка... Ну, и когда мне трубку засунули в рот и увидели, что... Ну, там... Ну, то есть, очень было очевидно, что я не ем мясо. Тоже именно по желудку. И когда мне вот это все сказали, и сказали, что если ты так еще продолжишь, что так-то, так-то, так-то... Я начала добавлять в рацион мясо. Вот. Я не злоупотребляю им. Я не сказать, что большой фанат его. Но просто, чтобы поддерживать как-то... Анализы, кстати, у меня улучшились. Желудок стал намного лучше. Поэтому, ну... Просто, видите, я не могу есть, например, бобы. В принципе, вот такая грубая клетчатка очень сложно дается. Поэтому, ну, все дико индивидуально. Вот это, вот это, да, вот это вывод. Вот это новости. Что бы вы могли посоветовать своим родителям? Мам. Ну, быть терпеливей... Ну, собственно, наверное, да. Им бы терпеливей к нам, нам бы терпеливей к ним. Но, наверное, просто не стараться какие-то свои надежды, какие-то свои, какие-то недочеты в своих детях воссоздать. И не стараться их сильно толкать на то, чего они не хотят. Ну, и поддерживать их мечты, поддерживать их какие-то цели, а не говорить, что это фигня. Вот. Слушайте их. Сколько блесток нужно для счастья? Столько, сколько хочешь. Чем вы все восхищаетесь, господа? Ух, хищренной рекламе, знаете, что подло. Подло то, что компания находит путь к мозгам потребителей вот через таких продажных блогеров, как Маша. И впаривает свою продукцию, вдохновляя зрителей. Срать Маше на все эти идеи равенства, на своих подписчиков и на то, что у детей тупо выкрачивают деньги, на ненужные никому. И часто дерьмовые товары, как татушь Maybelline с маслом или ужасно дорогой кофе в Starbucks, который пить невозможно. Если знаешь, что такое, ты вообще знаешь, что такое хороший кофе? И вот, на бабло Маше не надо сравняться. Уже приятнее смотреть телевизор. Там меньше рекламы, чем на этом YouTube-канале. Пиздец просто, беспросветный. То Maybelline, то Starbucks, то Nike, то Макарон, то Клиник. И до бесконечности... Я тире не мог вспомнить. А там нет. Ну, Макарон, то что? И до бесконечности реклама, 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 реклама. Маша, тебе самой от этого не тошно? Совесть не мучает? Это last questions. Question. My English is very bad. Нет. Во-первых, в детстве... Ну, это, знаете, сейчас, наверное, как оправдание вообще будет звучать. Вообще-то я с детства хотела заниматься рекламой. Действительно, я перестала... Одна из причин, почему я перестала в восьмом классе смотреть телевизор. Потому что была вот эта отвратительная реклама. И мне вот хотелось пойти в рекламу. У меня много чем хотело заниматься. Но вот реклама, одно из них. Потому что мне хотелось делать хорошую рекламу. Это никак не связано с тем, что я, наверное, сейчас делаю рекламу в блогинге. Потому что это единственный способ заработка. Ну, один из единственных. В смысле, один из немногих способов заработка через блогинг. И плюс, собственно, все бренды, которые тут сейчас Антон перечислил, это все мои самые любимые бренды, на которые я тратила свои деньги или деньги моей мамы, которая мне давала на карманы расходы, поэтому нет. Ну, это такой вопрос бессмысленно, просто это абсолютно явно идет от человека, ну, несчастного, который, ну, видит, что я занимаюсь тем, что мне нравится, и его это злит. Ну, и последний вопрос. Маша, какой вуз закончила твоя мама? Мечникова! Это не слишком жестко было? На меня сейчас не польется гора говна? Ну, это честный ответ. Ну, я тебе просто нашел самые такие, ну, интересные вопросы, просто про кошечек, твой любимый предмет и так далее. И просто я уже об этом неоднократно, по-моему, говорила, но я в первую очередь не перед вами отчитываюсь, даже вот когда я рекламирую какой-то товар, в первую очередь не перед вами, в первую очередь перед собой, но это для вас, наверное, не так важно, не так, что ли, достоверно. Моя мама смотрит! Моя мама мне никогда не позволит хрень рекламировать. И мои подруги, мои друзья. Вот, собственно, я помню момент, когда меня прям переломило, когда я поняла, что действительно то, что я говорю и то, что я рекламирую, это действительно влияет на людей, и они действительно идут это и покупают. Это когда я рекламировала пенетон от Maybelline тональный крем, и его пошла и купила моя подруга Саша, и потом я спросила, зачем ты его купила? Подразумеваю, что зачем ты его купила? У меня, ну, много есть образцов, которые мне прислали. Она сказала то, что мне его порекомендовала подруга, подразумевая меня, потому что я ее подруга, и она смотрит меня на ютюбе. Вот, и я знаю, что многие из вас считают меня своим другом интернет-боддинг, вот, поэтому, да. Вот еще один человек сидит, перед которым мне просто было бы стыдно в глаза смотреть, если бы я была продажной тварью, которая просто все подряд рекламировала. Вот такие дела. Все? Большое спасибо, Мария. Большое спасибо, Антон, никогда в моем жизни, да, большинство, ну, просто, потому что, знаете, в основном такие вопросы избегаются всеми, мне кажется. Просто просматриваются, поэтому... Ну, я решил выбрать самые такие. Да, поэтому спасибо большое за просмотр, большое спасибо за вопросы, большое спасибо за комментарии, у тебя замечательные, особенно бу-бу-бу-бу, и спасибо, Антон, тебе. Пожалуйста, давай пойдем вытаскивать из меня иголки, у меня просто сейчас красные точки по всей руке. Ваша жертва кактуса. Да, я жертва кактуса, который на меня упал, но шоу must go on, ну, нет, теперь шоу must end, я с вами прощаюсь, и увидимся с вами очень скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-то. Ну, неплохо я выгляжу. Ну, я бы мог поспорить, бывает и лучше. Ну, бывает. Я просто как колюсь, сижу. Я на себя уронила кактус, и этот кактус остался здесь. И мало того, что он у меня вкололся в грудь, теперь и я рукой каждый раз, когда делаю так, он в руку уходит. На что не пойдешь ради видеофтографии. Все, выключаем. Будем есть лепешки! Поп, поп, поп!